По поводу коррекции ям почки, смотрите, здесь я буду рекомендовать только некоторые моменты, значит, вот на слайде как бы есть так называемые большие точки изображены, 23-я точка мочевого пузыря, ну ее, в общем-то, несложно найти, потому что она находится под остистым отростком второго поясничного позвонка, взяли просто посчитали пальцем от крестца, на полтора цуня, ну полтора цуня здесь вот как бы это два сложных пальца, либо, вот я еще считаю, ну собственно говоря, это одно и то же, да, вот как бы этот промежуток, ногтевая фаланга большого пальца. Так как ям это огонь, у нас недостаток огня, то, конечно, в этой ситуации лучше эти точки не колоть, а огреть. Значит, рядом с 23-й точкой, да, еще на полтора цуня в сторону находится 52-я точка, 52-я точка называется, по-моему, джи-шу, вот, джи-ши-шу, да, джи-ши, это, собственно говоря, воля, то есть и прогревание этой точки, ну и вообще воздействие на эту точку, это стимулирует, скажем так, волю, что, в принципе, как бы в случае поражения почки очень даже неплохо, потому что, как бы, воля страдает очень сильно у людей, они апатичные такие, безбольные и так далее. Между, под вторым астистым позвонком, вот здесь где-то, на слайде тоже, на нижней картинке, значит, показана точка, четвертая точка заднего срединного канала. Четвертая точка заднего срединного канала, она так и называется, минь-мейн, да, то есть, собственно говоря, она соответствует, как бы, проекции вот этого вот огня, минь-мейн, которая находится между почками, значит, я ее трогать вам не рекомендую, да, вот, просто вы должны знать, и она, в принципе, используется и в акупунктуре, и в дзюотерапии, то есть, прижигание, значит, почему я не рекомендую, потому что, ну, можно, допустим, по неопытности недооценить ситуацию, и нагреть не то, что нужно, вот, то есть, если хуже точно не будет, если вы прогреете 23-ю точку мочевого пузыря, 52-ю, то с этой точкой лучше, лучше сильно не экспериментировать, дисперсия там вообще не рекомендуется, да, то есть, постановка иглы, как бы, с техникой дисперсии, выведения, да, вот, потому что можно вывести, собственно говоря, минь-мейн, вот, и, ну, тем не менее, она применяется, и, в общем, она может применяться при недостатке ямпочки, да, вот, то есть, это прямое-прямое прогревание, собственно говоря, добавление огня, вот этого минь-мейн. Чем мы прогреваем? В кабинете я работаю угольными сигарами, я работаю угольными сигарами, вот они такие, ну, это не самое удачное, есть потолще, значит, это, они называются бездымные, и они не, ну, как бы, эффективность их не такая, как у полынных, но если вы зажжете полынную сигару в приличном месте, то есть, те люди, которых вы считали очень приличными, безошибочно узнают в ней запах конопли, хотя, конечно, они состоят из полыни, а не из конопли, но запах вот этой паленой травы, он, ну, такой, ассоциативно напоминает нам запах конопли, вот, значит, хотя эти люди говорят, что они никогда ее не пробовали, но, тем не менее, безошибочно узнают. Не очень много дыма, и это, как бы, я их изюю. Ну, считается, что они, конечно, лучше, но в кабинете я использую угольные сигары. Значит, есть разные способы прижигания в кавычках, да, потому что прижигание, в данном случае, не обязательно, как бы, непосредственно прижигание, хотя есть и такие варианты, когда мы оставляем ожог на коже, вот, причем приветствуется, чтобы, как бы, этот еще, как бы, ожог нагноился, вот, и это делается, когда мы сталкиваемся с какой-то очень долгой хронической патологией, очень тяжело подвергается, как бы, коррекции, вот, тогда просто, как бы, мы оставляем такие язвы, вот, ну, я лично этого не делал пока, ну, никто не соглашался, ну, чтобы я, ну, точнее, случайно у меня один раз так получилось, была очень приличная девушка, значит, она модель, сама, как бы, спортсменка известная, и у меня кусочек угля горящего отломился, упал ей, как раз, на 52-ую точку мочевого пузыря, вот, то есть, получилось, ну, как бы, экспромтом, да, значит, и, в принципе, как бы, она очень неплохо выздоровела, ну, немножко обиделась, но, неважно, значит, это, как бы, непосредственное прижигание, которое, конечно, очень легко применяется, есть еще два способа, то есть, прогревание, там, прогревание на расстоянии, постоянно, как бы, мы держим одну и ту же дистанцию, да, и прогреваем где-то 15-20 минут, и, честно говоря, конечно, постоять с сигарой 20 минут, греть, значит, это немножко утомительно, поэтому я чаще использую способ клюющий, так называемый, да, когда ты подносишь максимально близко, да, чтобы человек почувствовал жар, да, вот, когда там жар становится нестерпимым, да, то есть, он чувствует, что его обжигает откровенно, вот, и, как бы, увеличиваешь дистанцию между сигарой и кожей, отводишь его чуть-чуть, значит, вверх или в сторону, и вот таким вот клюющим образом 3-2-3 минуты ты, значит, прогреваешь, и один из критериев достаточности, так назовем это, да, это образование такого щеткого, устойчивого красного эритемного пятна на коже, да, то есть, когда, как бы, кожа разогрелась в этом месте, идет такое капиллярное расширение, такое ярко-красное пятно, вот, в принципе, как бы, этого достаточно, и можно переходить к другой точке и прогревать ее. С недостатком ян я рекомендую, значит, именно греть, но, в принципе, эти точки можно и уколоть. Байшу-точки укалываются не более чем на 3 минуты, это очень мощные, как бы, точки, особенно 23-я точка, как бы, это прямой путь к почке, вот, поэтому, значит, долго оставлять нежелательно. Вот такой вариант, значит, дальше у нас есть еще, смотрите, мы таким образом атомизируем ян почки, но, в принципе, мы уже, как бы, знаем с вами, что если страдает ян почки, автоматически будет страдать ян почка. Одна из, вот, на этом слайде, да, как бы, одна из моих любимых точек, которые, вот они железобетоны, причем там, как бы, много действий, это восьмая точка переднесрединного канала, это пупок, собственно говоря, вот, который колоть, естественно, нельзя, вот, но можно греть и нужно греть. Это, как бы, он наполняет и ян почки, точка, точнее, это, и ин почки наполняет, и так далее, и так далее, потому что там мы тоже будем сейчас рассматривать, как бы, есть взаимосвязи там с другими органами и так далее. При любом истощении, значит, как бы, это одна из лучших точек, которые можно использовать всегда в любом, как бы, в любой вашей стратегии, включать ее и все. То есть, какой бы человек ни пришел, там, после тяжелой болезни, во время тяжелой болезни, там, эмоционально истощенный, там, мерзнут руки, ноги у него, не может согреться, по носу у него, допустим, потому что он уже крепляет ян-селезенки, да, вот, вы греете восьмую точку Жень-Май, и, в принципе, как бы, получаете практически гарантированный положительный результат. И греете таким же образом, как я рассказал. Для этого не нужно ни медицинского образования, ни каких-то специальных знаний по акупунктуре, да, и китайской медицине. То есть, это, вот, просто такой универсальный способ восстановить человека, добавить ему чуть-чуть, как бы, энергии. Ну, и вот еще есть хорошая точка, значит, Жень-Май-4. Хорошая точка, значит, она называется Гуан-Юан, значит, и там во мне очень много там смыслов. Собственно говоря, так же, как это сосредоточение инь, и ее тоже очень хорошо греть, и в случае, как бы, недостатка и инь-почки, и ян-почки. Ну, в общем, как-то так. Восположена она на три цуня ниже пупка и на два цуня выше симфиза лобкового. Но, опять же, как бы, бывают там несоответствия. Ну, пока с этим не заморачивайтесь. Вот если вы, как бы, будете воздействовать на восьмую точку Жень-Май, то есть пупок, то тоже будет очень круто.